Вирус папиллома человека – это общее название группы вирусов, которые широко распространены во всем мире. Известно более 100 типов ВПЧ, из которых не менее 14 могут привести к раку. В Рязанском кожно-венерологическом диспансере проблеме заболеваемости вирусом папиллома человека уделяется особое внимание. Специалисты-дерматовенерологи регулярно проходят обучение. Лечебное учреждение является базой для конференций и обучающих семинаров, посвященных вопросам профилактики и лечения ВПЧ. Основной путь передачи ВПЧ – это половой путь. Можно также заразиться при тесном бытовом контакте, контакт с кожей, должна быть раневая поверхность или контакт со слизистой. То же самое, где должны быть какие-то микроизменения в структуре кожи и слизистой. Вирусом папиллома человека могут заразиться на фоне снижения общего иммунитета, нарушения гормонального фона, стресса, переутомления, неправильного питания, заболеваний, вызывающих нарушения, обмена веществ. В качестве профилактики женщинам врач рекомендует поддерживать иммунитет. Основная профилактика – это, если брать первичное, есть и вторичное. Вторичное – это когда уже человек инфицирован, и чтобы не развилось заболевание, необходимо следить за здоровьем. Это регулярно приходить на прием к врачу, делать определенный набор анализов. Это анализ новой ПЧ и цитология. Смотреть, не развивается ли там патологический процесс какой-то. Врачи уверены, что профилактику вируса папиллома человека необходимо начинать с подросткового возраста. Одним из ее методов является вакцинация детей и подростков до начала половой жизни. На сегодняшний день основная и научно доказана, и за это получили номерскую премию, профилактика – это вакцина профилактика. Делается детям с 9 лет, мальчикам и девочкам, и до 45 лет. Это доказана практически 100% эффективность предотвращения рака шейки матки. Необходимо посещать врача и гинеколога не реже одного раза в год, а при подозрении на вирус папиллома человека сдавать анализ. Медики уверены, что ранняя диагностика заболевания существенно повышает шансы на успешное лечение.